Понимаем ли мы, что такое вот этот санитарный эвакуационный взвод, чем Юрий Гриценко занимается на войне? Вообще часто ли именно в такие подразделения отправляют военных, которые рвутся на фронт, но не подходят по физическим показателям? Ну, я напомню, что Юрий Гриценко не военный. Он был ментом. Он был ментом в 90-е годы, и, собственно, свои преступления первое совершил будучи ментом. Он забил сковородкой проститутку. Надо сказать, что он получил тогда 9 лет лишения свободы, но как социально близкий отсидел 7, вышел по УДО. И в первый же год, в первый же год, сразу же, выйдя из тюрьмы, начал то же самое. Он начал продолжать и начал забивать женщин молотком на этот раз. И, ну, да, тогда второй раз это было 14 жертв, четверо погибли, и вот еще одна погибшая с того раза. А дальше, смотрите, я себе представляю, очень хорошо представляю Мордовию. Ну, всего Мордовия, Мордовский лагерь. И, например, начальник зоны сидит, выпивает с военкомом. Вообще, я думаю, что начальник Мордовской зоны не очень приятный человек, и вряд ли я о нем могу сказать, что не хорошее. И я вряд ли могу сказать, что не хорошее о мордовском военкоме. Ну, понятно, что это люди как-то для меня очень приятные. Но они вот сидят, выпивают и говорят, а что мы будем делать вот с этим, с манеком? Я должен его сейчас отпустить, говорит начальник зоны. И он поедет в Москву, у Зенеграда, это Москва. И будет там дальше убивать баб, да, говорит начальник зоны. Он же шизик, да, у него шизофрения, но при этом шаман Габышев, который не убил никого, ни у кого не ранил, ни у кого не укусил, я не знаю, он у нас сидит в психбольнице тюремного типа. Причем суд несколько раз уже принимал решение перевести его в обычную психбольницу. Но нет, прокуратура оспаривает. Поэтому совершенно безобидный атаман Габышев, шаман Габышев, который всего-то навсего хотел подойти к Кремлю и провести обряд, я думаю, что очень полезный для нас. Он, значит, он сидит в тюремной психбольнице строгого режима. Почему Виктория Петрова, молодая активистка из Питера, тоже помещена в психбольницу? Почему традиционного советника, да, когда снимали с поезда, отправили в психушку? Сейчас-то уже нет, но тоже под судомчик числится. Тоже вот кого... Пожалуйста, если ты не нравишься властям, ты мгновенно попадаешь в психбольницу. А тут всего-навсего 15 женщин с молотком, бывший мент. Ну какая психбольница? Пусть сидит нормально, на свежем воздухе. И вот выпивает начальник с военным комиссаром и говорит, давай что ли его на войну отправим? Ну какая война? Он шизик, ему 62 года. Ну пусть хоть что-нибудь там, ну забери ты его в Христа ради. Женщин жалко. Я надеюсь, сказал так начальник колонии, потому что я иначе не могу себе представить, как его забрили. Только, говорит, ты мне скажи, говорит, комиссар, вот скажи мне, а он через полгода вернется на свободу, если выживет, помилованный президентом, со снятием судимости, чтобы никто не знал, что он убивал женщин? Нет, говорит, военком, не вернется, потому что с сентября 23-го года, когда его забрали, вступил в силу новый закон, по которому никто не вернется. Из заключенных уже... У него теперь вариант вернуться на гражданку, либо после тяжелого ранения, либо уже служит... Либо орден получит, получит орден героя-звезду России. Вряд ли. Он вытаскивает трупы с передовой. Трупов там много, вытаскивает много, работает много. Но, в принципе, в перерыве между работой, дав некоторые часы отдыха, я думаю, у него есть доступ к молотку и к женщинам оккупированной территории. Скажите, а правильно понимаю, что на ваш взгляд вот этот вот букет, если так можно говорить, преступлений, которые у него были совершенно страшнейших, от первых его сроков до последних, которые он получил 22 года, это как раз облегчило его попадание на фронт в этом случае, просто чтобы не заниматься, я не знаю, каким-то контролем за ним, не следить за тем, что он будет делать на свободе после того, как выйдет из колонии с таким тяжелым обвинением. На прошлой неделе стало известно, что практически все силовики, это следователи, это прокуроры, ну, суди тоже уже относят привычно к силовикам, даже таможенники. Все получили указания, уговаривают поднадзорных, правда, я не знаю, откуда таможенников поднадзорные, а поднадзорные, как раз люди, которые выходят из тюрьмы после тяжелых сроков, и всех людей, попавших вообще в СИЗО, вот только-только, всех уговаривают идти на фронт и отчитаться. Все документы мы тут уже видели, мы видим, что регионы отчитываются, следаки отчитываются, сколько они людей завербовали, сколько ушли на фронт, они обязаны это делать. Тогда бы он вернулся, и я очень надеюсь, что тогда бы какой-то его местный гувсин, в Зеленограде тоже есть гувсин, как и везде, там даже есть колонии-поселения, стали бы его уговаривать идти на войну. Но вот как раз сказать, вот в его случае я не уверена, что стали бы уговаривать. 62 года. Вообще до 60. Но мы с вами знаем случаи, когда и более пожилых людей якобы забирали на войну. Яркий пример, когда, будучи еще живым, Пригожин клялся и божился, что воевал у него 66-летний риэлтор из Петербурга, такой кровавый черный риэлтор, на счету которого 4 жизни, по крайней мере 4, включая беременную женщину, ребенка. И вот он, дескать, воевал. Дескать, вот он 22 года получил, сразу же ушел на фронт, там он сидел полтора года, и он вот все воевал, 66-летний, такой герой прям невозможности. Конечно, он сидел в горах Чечни, разумеется, до них как раз была любовь нежная у Пригожина с Кадыровым. После чего он обнаружился в Турции со снятием судимости, с загранпаспортом. Это он обнаружился в Турции в 22-м году, в конце 22-го года. Я думаю, сейчас уже и не в Турции, где-нибудь еще, в более приятных местах.